Итак, добрый день. Кто нас смотрит, кто нас не смотрит. Хотя вот сегодня стали жаловаться, что, конечно, удобнее по вечерам. Ну, может быть, мы, когда-нибудь, перейдем и на вечер. Ну, пока уже договорились, сегодня в 12. Значит, в 12. Мы же не можем переносить, раз уже договорились. Поэтому добрый день. Мы начинаем наш стрим. Сегодня мы говорим с Сергеем Ороченским. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Добрый день. Походу, я напоминаю, что, в принципе, есть возможность задавать вопросы. Я буду следить за вопросом. Если они не появятся, буду отвечать. Окей. Можно договориться. А начинаем мы с вопроса, тоже с вопроса, который был в прошлый раз. И мы договорились, чтобы мы об этом можем поговорить. А вопрос был простой. Как же ограничить государство, чиновников, чтобы они не мешали жить? Он такой, конечно, объемный. Ну, да. Но люди просят практических результатов. Говорят, вот ваша теория, она как-то все хорошо, а практики, практики. Давайте практические советы. Да, давайте практические советы. Ну, в принципе, вопрос действительно простой. Ответ тоже, в общем-то, простой. Необходимо сделать выбор. То есть, каждый из нас рано или поздно в жизни должен сделать выбор. То есть, он на какой стороне? Он на стороне права или на стороне агрессии? То есть, государство – это систематическая агрессия. Значит, если вы на стороне права, то это уже сопротивление. То есть, это уже как бы ограничение государства. Я повторю, так сказать, что государства – это люди. То есть, это люди. Люди, которые сделали противоположный вот этому выбору. То есть, они выбрали агрессию как способ личного обогащения. Такой выбор в обществе делают, например, криминальные какие-то персонажи, которые воруют, грабят и так далее. Но они остаются как бы в рамках общества. То есть, они маргиналами становятся сознательно. Идут на эти приключения. Украл, выпил в тюрьму. Ну, исключительно из соображений, так сказать, того, что они ценят это выше, чем обычную жизнь, так сказать, обычную мирную жизнь, работу и так далее. С государством сложнее, потому что туда как бы уходят люди, которые не хотят рисковать. Они не хотят рисковать, они не хотят выпадать из общества, они не хотят быть маргиналами. Наоборот, они стремятся в элиту. И это как раз определяет опасность государства. То есть, государство – это набор методов вот такого обогащения, который с очень дорогими разными приемами и методами встроен в общество. То есть, он тоже противоположен ему. То есть, это вещи, это как вода и масло. То есть, государство и общество как вода и масло, они не перемешиваются. Но чиновники и все прочие политики и так далее, все, так сказать, энтузиасты и активисты государства, они ходят по улицам вместе с нами, так сказать, живут такой же жизнью и считают, что делают какое-то правильное дело. Но, как бы вернемся к главному. Эти люди сделали свой выбор. То есть, они выбрали агрессию, поддержку агрессии, и эти методы агрессивные, которые, по сути, есть тем же самым грабежом, только вот я повторю, что очень сложно замаскированы. Вот, что и обычная криминальная активность. Поэтому, вот насколько государство, так сказать, способно, насколько оно владеет мощностью, мощью, влиятельно и так далее, зависит от того, сколько людей еще, кроме государства, кроме вот этих людей, оказавшихся в государстве, сделает такой же выбор. Тут надо сказать, что этот выбор не всегда прост, потому что люди часто оказываются в ситуации, когда у них реально нет возможности выбрать. То есть, они уже под действием государственного насилия, и если вы хотите просто жить, работать и как-то, так сказать, решать свои проблемы, удовлетворять свои потребности, то вы часто можете оказаться внутри вот этой государственной системы. Вот, но это как бы вынужденные действия, которые так или иначе, в общем, способствуют тому, что государство среди нас и неплохо себя чувствует. Если же вы сознательно настроены на то, чтобы оппонировать государство, то есть, каким-то образом сокращать его возможности и вмешательство в нашу жизнь, то вот этот выбор, он должен как бы быть для вас важным. То есть, в чем он заключается? Он заключается в том, что вы выбираете правовую среду, то есть, правовую культуру. Это означает, что вы максимально минимизируете свое вовлечение, участие и поддержку всего, что так или иначе связано с государством. Ну вот, я, например, половину своей жизни прожил в Советском Союзе, и я помню, например, как мои попытки минимизировать мои контакты с государством выглядели на практике. Ну вот, например, приходилось, например, бороться с такими глупостями откровенными. Вот, переехав, то есть, ну, человек вот в Советском Союзе, переехав из одного города в другой, например, мог оказаться в ситуации, что он не может там жить по причине того, что он не может получить работу, потому что у него нет прописки, а прописки у него нет, потому что у него нет работы. То есть, вы приходите к одному чиновнику за пропиской, он вам говорит, сначала вам надо устроиться на работу, вот, а к другому вы приходите, он говорит, да, работа есть, как бы, мы ее дадим вам, но вам надо сначала прописаться. Вот, как бы, яркий пример вот этого государственного маразма, с которым приходилось иметь дело, и с которым приходилось реально бороться, то есть, я выходил из положения разными способами, как правило, путем сотрудничества с другими людьми. То есть, люди эти пути знают, умеют их обходить, эти сложности, и помогают друг другу. Вот, в каком-то смысле, эти проблемы, они по-прежнему с нами, и вот, как бы, минимизировать свои действия и попытки, и, как бы, активизировать попытки сопротивления, они очень идут на пользу тому, что государство, так сказать, ограничивается в своих возможностях. Я бы, если говорить, вот, как бы, более-менее, так сказать, системно об этой проблеме, то тут важно понимать, что сопротивление государству или ограничение государства – это не баррикады на улицах, это не стрельба и так далее, как многие считают. То есть, многие считают, что бороться с государством можно в виде партизанской борьбы, вот, то есть, восстания, революции и так далее. К сожалению, нет. То есть, вот, в большинстве случаев, вот такие способы борьбы с государством, они заканчиваются тем, что государство укрепляется, то есть, становится еще сильнее, вот, и еще сильнее внедряется, как бы, своими щупальцами в вашу жизнь. В Украине очень популярны, например, воспоминания о Майданах, как вот, о примерах того, как люди восстали и, значит, возражали, так сказать, грубой форме государство. На самом деле, при ближайшем рассмотрении мы ничего такого там не найдем. То есть, никакого антигосударственного содержания, ни первый, ни второй Майдан не имели. То есть, да, люди высказывали свое недовольство, люди высказывали свою какую-то даже ненависть где-то к определенным элементам и формам государственной власти. Но они никогда не ставили под сомнение само государство. То есть, они никогда не говорили о том, что мы против государства. Вспомните, и первый, и второй Майдан, по сути, были восстаниями, но восстаниями против человека. То есть, против одного персонажа, который рулил в это время в государстве. То есть, это был всегда один и тот же Янукович, которого никак не удавалось прогнать, пока вот второй Майдан его не прогнал окончательно. Для очень многих людей, как человек, который наблюдавший эти события сблизи, где-то там участвовавший даже, я могу сказать, что для очень многих людей, которые принимали участие, особенно, ну и в первом, и во втором Майдане, это были события этического такого плана. То есть, людям он просто осточертел. То есть, они его ненавидели лично. Он оскорблял, он как бы унижал своим присутствием очень многих людей. И избавиться от человека, вот, собственно, была основной задачей Майдана. То есть, там были попытки ограничить участие политиков, но политики так или иначе превратили это все в собственный такой хэппининг. Вот. Но очень показательным является то, что Майдан никогда, ни первый, ни второй, не выдвигал никаких политических требований или там принципиальных требований, затрагивающих интересы государства. То есть, и там, и в первом, и во втором случае шла просто смена каких-то людей. И все. Вопрос о смене людей. Вот. О смене порядка в стране так вопрос не стоял. В отдельных странах такой вопрос решается на учредительном собрании, так называемом. То есть, иногда вот те, кто затевает, так сказать, все эти государственные трансформации, они вынуждены проводить вот подобного рода мероприятия для того, чтобы хотя бы формально сохранить форму того, что вот люди как бы высказываются, и их мнение учитывается, и государство, которое возникает, оно как бы возникает на основании вот тех решений, пожеланий такого форума, как учредительное собрание. В Украине даже формального такого явления не было. То есть, в Украине просто перекрасили старое советское государство в новое, независимое, и таким образом получили дальше все то же самое. То есть, украинцев никто не спрашивал, в каком государстве вы хотите жить, и вообще чего вы хотите, так сказать. Нет, этого никто до этого не снизошел. Старая коммунистическая верхушка просто адаптировалась, так сказать, к новым условиям и прекрасно продолжила в этих новых условиях то, чем занималось всегда. Вот это как раз особенность государства. Там трансформации происходят вынужденно, мучительно, как бы сложно и кроваво. То есть, обязательно с какими-то крайностями, потому что государство – нездоровая среда. То есть, это нездоровый набор методов. И поэтому ожидать, что там будут какие-то процессы, похожие на процессы, которые идут в обществе, нельзя. То есть, на рынке трансформации происходят постоянно, спокойно, с выгодой для всех участников. А в государстве – нет. Государство трансформируется сложно, долго, вернее, долго ничего не происходит, всячески оттягиваются любые трансформации. А если уж они случаются, то это очень вынужденная, мучительная вещь. Вот всякого рода майданы, революции, какие-то восстания, вот они способствуют тому, что происходит вот эта трансформация. Но эта трансформация не приносит освобождение от государства. Она приносит просто новую форму какую-то. От самой общей до каких-то, может, более глубоких трансформаций, но не более того. То есть, государство выходит из этого всего окрепшим, освободившись от слабых элементов, от того, что уже отработано, и начинает нарабатывать новые приемы. То есть, новые приемы грабежа. Что же тогда делать, если восстание как бы не метод? То есть, что тогда делать человеку? То есть, у человека здесь есть несколько сфер, в которых он может вести себя разумным образом, здравомыслящим, так сказать, оставаться человеком, и таким образом минимизировать ущерб от государства. Первое – это, конечно, образование. То есть, государство отчаянно опирается на невежество. То есть, для невежества население, для государства – это просто питательная среда. Для этого существует государственное образование. Мы когда-то об этом целую передачу, целый выпуск говорили. То есть, образование морочит голову людям и не позволяет им разобраться в том, что к чему и как оно работает в жизни. Поэтому необходимо наверстать вот эти упущенные возможности для образования. То есть, надо познакомиться со всеми существующими теориями государства и правовой культуры, рыночной среды и так далее, и осознанно, так сказать, руководствоваться этими теориями. То есть, тут важно, например, чтобы ваши дети, например, были, познакомились с этими вещами. То есть, человек, который эти знания приобретает, он неизбежно должен становиться их пропагандистом. То есть, он должен становиться их, он должен их продвигать, продвигать, расширять, вовлекать других людей в то, чтобы знакомиться с ними, пропагандировать их и так далее. То есть, расширение спектра вот этого знания в обществе. Это очень позитивно сказывается на последствиях. То есть, сам образ жизни человека тоже во многом должен соответствовать его правовому выбору. То есть, необходимо сознательно отказываться от агрессии, от практики агрессии. Необходимо минимизировать свои контакты с государством. В этом смысле, например, эта активность, она может распадаться, допустим, на несколько сфер. Вот, допустим, экономическая сфера. Здесь приветствуется предпринимательство. То есть, когда человек не работает на государственном предприятии или в государственной конторе, а ведет независимую предпринимательскую деятельность. Конечно, она относительно независимая и так далее, но она гораздо здоровее. Она отделяет человека и его деятельность от государства гораздо сильнее. Минимизация налогов. То есть, тут очевидно. Если вас грабят, то же естественное желание человека, чтобы его грабили меньше. То есть, надо заниматься минимизацией налогов, оптимизацией этой сферы. И не отдавать просто так честно заработанные деньги. Приветствуется пользование рыночными частными сервисами, то есть с услугами. Тут, как говорится, вы выигрываете в любом случае, потому что вы получите и выше, и более высокое качество. И, как правило, доступные цены, и понятные цены. Вы будете понимать, за что вы платите. И влиять на полученный результат. То есть, в этом смысле это очень позитивная вещь. Например, в такой сфере, как финансы, популяризация биткоина, практика использования криптовалют. Она очень приветствуется. Это реальное ограничение государства. Вообще, я должен сказать, как человек, занимающийся онлайном, интернетом, много лет, с самых первых его, так сказать, лет появления. Интернет вообще это исключительно важная вещь в противостоянии с государством. То есть, чем больше вашей активности в онлайне, чем больше вы используете интернет в своей деятельности, тем вы независимы от государства. И вот борьба за свободу интернета, то есть отстаивание свободы интернета, не вмешательство государства в интернет. Вот это очень важная сфера, которую нужно, так сказать, всячески поддерживать. То есть, если вы выступаете с какими-то требованиями политическими, политически окрашенными, допустим, то пусть эти требования будут связаны вот именно с практическими, четкими, понятными вещами. Там ограничение налогов, например, или ограничение вмешательства государства в интернет. Вот, это вещи ясные, и тут можно, так сказать, высказаться и добавить свой голос. Есть как бы политическая сфера, от которой трудно избавиться, но, тем не менее, нужно всячески ее минимизировать, свое участие. В частности, участие в выборах. То есть, украинцы игнорируют массово выборы, и все меньше украинцев ходят на выборы. Вот, и это понятно. То есть, они, так сказать, понимают прекрасно всю фиктивность этого ритуала политического. Поэтому неучастие в выборах, воздержание от выборов – это всегда позитивная вещь. Вот, очень важно понять и отстаивать идеи права на самооборону и ношение оружия. То есть, это вопрос, который назревает. Особенно вот в условиях войны он очень становится важным на повестке дня. И тут важно не заболтать его и не дать его замять, опять, как всегда. Да, вот, то есть, украинцам принципиально важно отстаивать право на оружие и право самообороны. То есть, на самооборону. Здесь нужно и важно поддерживать любые инициативы в этом плане. То есть, тут, когда это все не замутнено там в каком-то политическом потоке сложном, где оружие является просто одним из, так сказать, хайповых тем, то есть смысл добавить свой голос, так сказать, к тем, кто за эту тему выступает. То есть, это принципиально важный вопрос, и он сильно ограничивает государство, реально. То есть, даже если вы не будете сразу покупать оружие и хранить его дома, то сам факт того, что оно у вас может быть, очень сильно проотразделяет интересы всяких, так сказать, желающих поживиться за ваш счет. Важно отказаться от всяческой пропаганды, то есть, не потреблять ее. Сейчас пропаганда везде. То есть, она просто свирепствует, потому что в этом смысл ее существования. То есть, пропаганда не берет ни смыслом, ни содержанием, ни качеством. Она берет количеством, объемом. То есть, задача пропагандиста сегодня – это как бы замусорить все каналы, какие ему будут доступны своими содержимыми сообщениями. Поэтому здесь очень важно придерживаться вот этой гигиены, так сказать, информационной. То есть, надо максимально ограничить количество потребляемой информации из непонятных или четко понятных пропагандистских источников. То есть, надо выбрать какие-то вещи, которые вам важны, вот, и придерживаться тех мнений, тех людей, которым вы доверяете, которых вам удалось, как бы, уже убедиться в том, что они вроде бы соответствуют, так сказать, вашим каким-то взглядам и пониманиям. В этой связи я просто хочу сказать, что человек свободных взглядов, человек, отстаивающий, так сказать, вот, либертарианские подходы к жизни, такого рода взгляды, он должен понимать, что на самом деле все, что нужно знать ему о жизни, все, что нужно знать ему об обществе, он получает из своей деятельности. То есть, ваша деятельность, она гораздо более информативна, чем любой текст, который, или там видео, которое вы прочитаете или посмотрите. То есть, строго говоря, человеку, в общем, не о чем говорить, он все познает самостоятельно в процессе своей деятельности. Вот, обычно ему, если начинают что-то очень активно втирать, то это, как правило, попытки обратить его вспять, так сказать, от этих взглядов, от практики, от правовой, рыночной среды. Вот, поэтому вы можете скептически относиться буквально ко всему сразу, изначально. То есть, изначальный скепсис к информации, это вполне нормально. А потом в этом скептическом своем отношении вы можете уже выделять какие-то вещи, которые, так сказать, вам будут полезны. Я не говорю там о какой-то прикладной информации, да, то есть, профессиональной, там, это понятно. Вот, то есть, учебник по языку Python, там, или по C++, это конкретная вещь. Но если вы попадаете, так сказать, к вам в руки попадает книга, там, историческая, или там еще какая-то, или там политическим явно каким-то подтекстом, к этому нужно относиться очень скептически и очень строго. Вот, значит, собственно, вот я думаю, что этого уже достаточно. То есть, вы понимаете, о чем речь. То есть, самая главная борьба с государством происходит внутри вас. То есть, внутри человека. Вот человек, он, собственно, и есть объектом этой борьбы. И субъектом одновременно этой борьбы. То есть, государство исчезает, если люди перестают его замечать, обращать на него внимание и пользоваться им. То есть, поддерживая его таким образом. То есть, можно как бы быть оппонентом, но, тем не менее, просто практиковать государство, государственные методы. И это уже достаточно. Государство не ждет от вас какой-то там тотальной преданности. Просто вы не возражаете. Все. Вы ведете себя так, как вам сказано. Значит, их цели достигнут. Вот в этом смысле, я думаю, и надо понимать проблематику противостояния. Или ограничение государства. То есть, если вы хотите реально ограничить государство, ограничите его собой. Вот себя. Удалите себя из государства. Максимально, насколько это возможно. То есть, не надо себе вредить, конечно, безусловно. То есть, у вас есть, как у любого человека, цели, интересы, потребности и так далее. Но имейте в виду, так сказать, вот этот важный фактор. То есть, если вы не на той стороне, так сказать, то это уже хорошо. Ну, сегодня мы просто живем в состоянии войны. И мы видим, например, то, что делают русские в Мариуполе. Да, фильтрационные лагеря, костлагеря, потом депортация с отбиранием вообще документов. И люди окажутся на Дальнем Востоке, там, в поселке Врангель. Это вообще за Владивостоком. Без документов, без возможности выбраться. И это фактически... Тут я не представляю, как можно бороться с государством, которое тебя фактически поработит. Ну, есть, кстати, довольно хорошая практическая рекомендация. Вот люди, оказавшиеся в России, имеют все-таки возможность... Ну, естественно, тут надо рассчитывать на какие-то ресурсы, на помощь других людей. Оказаться где-то поближе к эстонской границе. То есть, там организована специальная кампания, которая позволяет вообще без документов перейти границу и оказаться под крылом, так сказать, Европейского Союза. И таким образом спастись. Ясно, что это очень сложно. И не просто, если ты в Сибири, а Эстония в Англии. Вот. Но вот как бы не опускать руки, то есть не смириться с судьбой. Это важно. То есть, в таких крайних ситуациях надо помнить... Ну, вообще надо помнить, что война – это не человеческая среда, вообще не человеческая ситуация. Люди не могут здесь использовать свой опыт человеческий. То есть, человек поставлен в абсолютно противогуманную среду. И поэтому вести себя он, конечно, может как угодно. Судить его нельзя за это. Это не соответствует самой природе человека. Поэтому что-то тут советовать и рекомендовать очень сложно. Но бороться за себя, конечно, нужно до последнего. То есть, надо стараться, надо понимать, что вокруг вас есть люди, которые могут вам помочь. А когда вы знаете, чего вы хотите, то такую помощь можно будет эффективно использовать. Ну, и мы вспомнили про Януковича, которого вызывал два Майдана. И Россия тут опять же пыталась навернуть Януковича, чтобы было вообще сюрреалистичной штукой. Помните, в первые дни они привозили Януковича в Белоруссию? Ну, не только Янукович, там, кстати, все правительство сидело. Там Царева даже забрасывали, Мелитополь. Да, это какая-то комическая ситуация. Людей, у которых очень много есть большое желание просто порвать на запчасти, их все равно пытались насадить сверху. Ну, то есть, это совершенно... Но это, вы знаете... Впецоперация какая-то против... Это характерное поведение людей, живущих в совершенно другой парадигме. В этом как раз они не понимают нас. То есть, не понимают людей, которые живут в Украине, и которые чихать хотели на всю эту политическую шушеру. То есть, понимаете, они уверены, что вот перетасовками какими-то в политической сфере, в политической среде можно добиваться определенных результатов. Поэтому они так отчаянно... Вот Россия, она так отчаянно всегда относится к тому, кто где, в каком кресле сидит, и, значит, как это отражается на всех остальных. Не понимая того, что Украина – это страна, которая сохранила исторически вот это презрение к власти. То есть, здесь человек живет в парадигме индивидуализма до сих пор. Даже, может, не всегда проявляя это, но в критический момент это в нем проявляется. То есть, нам совершенно все равно, кто там где, с какими флагами и с какими лозунгами выступает. В этом смысле, вот я, например, меня очень беспокоит вот этот культ вокруг Зеленского, который в последнее время появился. То есть, это опять государство пытается... То есть, ну, это как бы, опять же, это люди. То есть, государство – это же люди. Следовательно, у них тоже возникают те же самые процессы, которые возникают среди людей вообще. Они не садятся где-то там и договариваются, вот давайте там сделаем это. Нет, каждый из них преследует свои интересы, но в результате происходит вот такая социальная какая-то тенденция, тренды какие-то появляются. И вот в действиях украинских чиновников видно, что вот это тренд. То есть, они хотят опять в который раз попытаться навязать нам мысль, что забудьте, вот раньше это все были неправильные политики. Ну, да, они все там какие-то были, значит, ущербные. Но вот сейчас у нас вот наконец-то все. Вот это уже, это то, что нам надо. Вот с этими политиками мы уже пойдем к светлому будущему. То есть, и надо довериться, надо перестать, значит, возражать, надо перестать смотреть куда-то в сторону, значит. Если говорят, да, отдай, значит, собственность, отдать. Потому что они знают лучше. Вот это очень-очень-очень опасно. Потому что это чревато разочарованием этих же людей. То есть, украинцам этот номер не пройдет с ними. С украинцами этот номер не пройдет. То есть, вот эта попытка выдать Зеленского за выбор, понимаете, вот она, это было первое, как бы, но это еще было в мирное время. И ей не очень уделяли внимания. То есть, нетрудно было заметить, как нам постоянно, значит, обсуждалась вот в этой политической и пропагандистской среде идея, что, ну, вот украинцы же выбрали Зеленского. То есть, да, какие-то проценты называются, там, 70, что ли, там, каких-то процентов. За него проголосовали. Значит, с ним связываются ожидания. То есть, ему дали мандат на что-то там. И так, на самом деле, все это полная чепуха. То есть, да, за него проголосовало большинство, но большинство от меньшинства, которое пришло на выборы, это раз. А во-вторых, Зеленский просто в избирательном бюллетене означал не Порошенко, то есть, или против всех, вот так. На его месте мог быть любой, как говорится. То есть, люди пришли только для одного, сказать нет Порошенко. И они это сделали. Никаких, никаких, там, ожиданий или каких-то чаяний. С этим выбором никто не связывал, кроме чиновников, близких, так сказать, к новой власти. Вот, поэтому, но сейчас вот это вот, опираясь на военную, как бы, на военную сущность того, что происходит вокруг, нам пытаются вот эту идею навязать. И Запад, кстати, он активно очень подключился. То есть, их тоже устраивает это, потому что им надоело, значит, вот этот Порошенко, который там, как бы, был из одной аферы в другую, как бы, вляпывался регулярно. Вот, а теперь они хотят увидеть, наконец-то, значит, или, по крайней мере, у себя в голове, сконструировать идеального украинского лидера. Вот он правильный, он, значит, такой, как надо, и с ним можно иметь дело. Вот, я хочу сказать, что ничего этого нет и не будет. К сожалению, то есть, да, мы переживем вот этот острый момент, мы переживем сейчас тяжелые эти времена, жуткие, и мы вернемся к нашему правильному, совершенно украинскому пониманию жизни. Что мое дело, это мое дело, и в него не лезьте. То есть, и это будет распространяться в том числе и на государство, то есть, и на Зеленского, и на всех остальных. И если они всерьез подумают, что да, вот они переломили этот тренд, и что вот сейчас, в последнее время, я вижу эти опросы, там, украинцы тотально доверяют государству. Ну, позвольте, война, на улице война. То есть, ну, кто вам сейчас из украинцев скажет, нет, я не доверяю государству? Во-первых, это не имеет никакого значения. Во-вторых, а что ж, жалко сказать, доверяю, ничего от этого не изменится. То есть, мы просто хорошие люди, то есть, по природе своей. Вот, но это, если кто-то подумает, что что-то изменилось, что вот мы до этого, мы не доверяли государству тотально, там, уровень доверия к власти был, там, какие-то единичные проценты. А сейчас доверие, там, 90%, что это как бы надолго, что это как-то вот повлияло, или что-то случилось такое, что что-то изменилось, нет, ничего не изменилось. Вот, поэтому разочарование в этом плане, вот, у всей этой публики, озабоченной государством, оно будет впереди, они неожиданно обнаружат, что нет, мы не чтим Зеленского за Бога на земле, то есть, и всех их приближенных к нему. Вот, то есть, да, мы победим в войне вместе, мы вместе победим, но в этом природа войны, специфика войны. То есть, если вы воюете, то вам надо, так сказать, действовать совместно. Но потом право и собственность, которые нам, государство нас лишает постоянно и систематически, оно не умрет, оно не погибнет. То есть, если бы это все действительно погибло, то тогда это, считайте, мы проиграли Путину. То есть, нет, Украина устоит, Украина устоит на своих основах, на своем фундаменте, индивидуалистском фундаменте, вот, ценностях, так сказать, свободы, права и так далее. При всем том, что государство, конечно, станет сильнее, как всегда, из войны любое государство выходит сильным. Вот, плюс тотальная поддержка деньгами из-за рубежа, она добавит возможностей. Вот, и поэтому вот эти конфликты между государством и обществом в Украине могут даже обостриться после войны. Но никакого перелома, ничего не будет, нет. То есть, ну, опять же, если более глубоко смотреть опросы, то мы видим, что из всех государственных структур доверие вызывают только две. И вызывают, как бы считается, что они хорошо работают, это Министерство иностранных дел и, естественно, армия. К армии было доверие даже и в мирное время. То есть, она была всегда вот той отдушиной, которую говорили, ну, смотрите, армии украинцы доверяют, значит, не все так плохо. Все эти пропагандисты говорили. У нас у всех разное понимание просто армии. То есть, мы свое понимание в армию вкладываем. И сегодня вот это понимание работает. То есть, вот украинцы побеждают, потому что побеждает их понимание армии. То есть, их отношения, их представление о том, что такое армия, какой она должна быть. Ну да, и сегодня никто не задает вопрос, куда, собственно, делись деньги, которые забирали с налогами непосредственно на армию. А просто все берут и тащат снова. Волонтеры, как обычно, то есть, как и в 2014 году, как и во время Майдана. Мы сами себя вооружаем, сами себя снабжаем и сами воюем. То есть, так все и происходит. То есть, это так и выглядит. Поэтому, когда украинца спрашивают, доверяешь ли ты армии, то это для него то же самое, как сказать, доверяешь ли ты сам себе. Конечно, доверяю, иначе как жить. То есть, вот то же самое и с этим. Министерство иностранных дел, ну, просто специфика в том, что у Украины нет никаких иностранных дел. Поэтому этому министерству очень легко доверять. То есть, это чисто декоративная такая служба, которая просто, так сказать, нужна для того, чтобы заполнить определенное штатное расписание. Вот, в этом плане нам повезло. То есть, у нас нет ничего подобного Лаврову или какому-нибудь там Штайнмайеру или еще чему-то, которые бы постоянно вляпывались и ввязывались бы в какие-нибудь скандалы, аферы и так далее. Вот, Украина, то есть, украинское посольство, украинские посольства за рубежом, это такая почетная ссылка, куда, или наоборот, почетная должность, куда заслуженных людей отправляют, так сказать, сидеть до пенсии и где-то пользоваться там какими-то скидками в местных магазинах. Вот. А у нас ничего в этой сфере не происходит. И это хорошо. То есть, это как бы нас, это нормально. Ну, с другой стороны, все-таки нельзя сказать, что ничего не делал. У нас посол в Англии, посол в Германии, посол в Штатах, которые чем-то там занимаются на слуху и, по крайней мере, ну... Ну, я думаю, это просто результат того, что, во-первых, в Англии активность очень высокая, поэтому посол не смог этого избежать. Посол в США вообще случайный человек. Это барышня, которая здесь завязала в каких-то коррупционных скандалах. Ну, это да, в США, да. Ее просто убрали подальше куда-то. Вот. А у нас как не было посла, так и вот до сих пор какой-то полупосол, так сказать, он еще на самом деле непонятно, чем это кончится. То есть там никаких нет заслуг. А немецкий этот наш посол, он, по-моему, сейчас в основном снискал себе славу скандалиста там какого-то. Ну, по крайней мере, это весело. Он себе, наверное, как и Джейн Псаки готовит какую-то медийную, наверное, карьеру в будущем. То есть хочет использовать этот момент. Вот. И вспоминаю Майдан. Это все-таки все наши Майданы, чем отличаются от революции. И, с одной стороны, любая революция, это приводит к смене кардинальной формы власти. После монархии приходит республика, республика заменяется на диктатуру, диктатура снова меняется на республику. Это разные формы государственной власти. И они проводятся ради захвата власти. Ни один Майдан никогда не ставил себе цель захвата власти. Да, это очень важно. Сам по себе. Это очень важно. Потому что вся структура Майдана, она самоорганизующаяся. Люди сами решают свои проблемы. Особенно Майдан, там, 13-14 годов, когда в центре Киева организовалась, фактически, Запорожская сечь, живущая по правилам сечи. Да, да. И эта структура вообще вне государства. Но победа каждого Майдана приводит снова к тому, что люди боятся сделать последний шаг, сказать, что все, вот мы же можем организовываться, мы же это делаем. Мы организуемся внутри Майдана, мы организуемся во время войны, создадим доморские батальоны. И, собственно, государство нам и не нужно глобально. Но этот шаг пока большинство общества сделать не может и сказать, что давайте как-то решать. Мы тут, вы там. И вот на этом мы будем заканчивать. Хотя идеи там всяких конституционных ассамблей, подписания нового общественного договора, они после каждого Майдана возникают. То есть у людей возникает иллюзия, что можно о чем-то договориться с государством, все переподписать. Там люди занимаются несколько лет непонятной какой-то ерунду, и которая потом все спускается, честно, на тормозах и на этот шагат. Ну, как тот момент, когда вся революционная акция, ну, недовольство... То есть сливается революционная вся активность в какую-то такую бесполезную абсолютно деятельность, но все уходит в гудок, и о всех, кто умел деребанить потоке, они хорошо так возвращаются, смещают часть тех, кто не давал деребанить повыше, тех убирают, а следующая приходит толпа, которая снова все деребанит. Но в Украине это имеет еще одну особенность очень важную. Украинцам просто наплевать на это все. То есть они не хотят заменить. То есть, понимаете, это даже не Польша. То есть в Польше революция вот эта 90-80-х, она ведь строилась совсем на другие... Поляки не выходили, не строили баррикады. У них был профсоюз, который инициировал вот это движение рабочих, так сказать. То есть там совершенно другая была основа. И потом это восстание, так сказать, рабочих, оно закончилось именно политической повесткой. То есть речь шла о том, что изнутри профсоюза были выдвинуты люди конкретные, которые должны теперь сесть во власть, которые теперь должны стать властью. Из Майдана никогда ничего не выдвигалось. Это просто невозможно. Представить себе, что Майдан, например, представил альтернативное правительство Украины или там альтернативного президента. Это просто невозможно. Потому что даже в пятом году в Ющенко был просто дефолтовый, как говорится, вариант, который по умолчанию прошел. Майдан никого не выдвинул. То есть да, они преуспели, политики, чисто вот на этой суете, так сказать, на хайпе. Они получили там какие-то баллы и так далее. Но дальше это все, как правило, умирает. Потому что без поддержки людей это не имеет никакого содержания. Так и здесь. И вот второй Майдан, он ведь не закончился тем, что из него вышла какая-то группа лиц, которые сказали, вот теперь мы будем здесь власть. Или там давайте за круглый стол, как в Польше, с профсоюзом, с солидарностью садились местные, так сказать, начальства, которое было к тому времени, и которое осознало, что ему ловить там нечего. Вот. В Украине ничего этого не было. Стоило нам выгнать Януковича, как сразу основная масса людей как бы была удовлетворена этим. Дальше мы не идем. Потому что вот эта вся политическая конструкция, она не является частью нашего общества. Она не является частью нашего миропонимания. Это все принесенное извне, принесенное еще в 17-м году большевиками на эту землю. И вот оно существует до сих пор вот в таких вот всяких деформированных формах, стараясь хоть как-то приспособиться к реальности. То есть общество развивается наше. Мы улучшаем нашу жизнь, насколько мы это можем. Вот. Трансформируем наше понимание, взгляды, какие-то, значит, приемы жизни и так далее. А государство все время находится во вчерашнем дне, и оно всячески цепляется за все возможности, чтобы как-то вот адаптироваться, чтобы уцелеть. А поэтому оно все время тянет нас назад. То есть там ему комфортнее, удобнее. Государство – это всегда вчерашний день. Сегодняшний, они не знают, что с ним делать, а будущее их просто пугает. Вот. То есть они понимают, что они не нужны никому. Поэтому они всегда во вчерашнем дне. И сегодня они грабят все, что могут, потому что понимают, что им надо это все унести, куда-то спрятать и затаиться. Это единственная стратегия украинского политика и чиновника. То есть другой – нет. Он не видит будущего здесь, потому что он прекрасно понимает, кто такие украинцы, что это за страна Украина, и здесь никогда с роду не возникало никакого желания посадить себе на шею, значит, сознательно какого-то Ляшка или Гитманцева. То есть это все навязанные вещи. То есть строго говоря, наше украинское государство, оно нам чуждо. Вот. Как бы там ни было, с Зеленским или без Зеленского, оно не стало нам роднее. И, в общем-то, и не станет. И война тут не повлияет на это. То есть мы вернемся опять к нашему нормальному образу жизни. Вот. Проблема в том, что людям мешают жить. Вот в этом проблема. То есть наше отношение к государству более-менее здоровое. Но вот государство в такой ситуации становится очень навязчивым. То есть причем Запад, он заинтересован в том, чтобы украинцы не получили шанса попробовать жить так, как они хотят. То есть они боятся очень того, что если Украину освободить, и условно говоря, если нашему государству не помогать деньгами, то оно просто рухнет. То есть оно несостоятельно экономически, несостоятельно, ни политически, никак. То есть если его отключить от системы искусственного жизнеобеспечения, которая протянута с Запада, то украинцы начнут жить так, как они считают нужным самим. И вот в этой ситуации, освободившись от государства, у нас есть возможность пожить, так сказать, такой полноценной жизнью, которой мы никогда еще не жили. И Запад очень боится, что этот результат будет очень ярким, впечатляющим. Он станет, ему начнут завидовать. И вот чтобы не допустить этого, здесь будут, так сказать, делать все, что угодно, лишь бы только не дать нам возможности, так сказать, жить так, как мы хотим сами. Ну, мы помним, кстати, по поводу партии Майдана. В 2014 году были же попытки создать единую партию Майдана, которая бы пошла во власть. Но это закончилось трагически, потому что всех активистов, людей медийных, разобрали по более крупным партиям, по привычным. Они же ушли и к Порошенко, ушли и к Батьковщину, ушли. Ну, в общем, во все проходные в часть списка были поставлены герои Майдана, были поставлены военные. А судьба, например, партии именно Майданных, типа правого сектора, демальянс или силы людей, она вообще не завидная, потому что оказалось, что людям они в принципе и не нужны. Никто не стал голосовать. Вот о чем и речь. А только правый сектор хотя бы процент набрал. Все остальные оказались вообще далеко внизу. То есть люди не хотят ни поддержки. И это же старый вопрос, кстати, у силы людей, людям альянса, почему же никто не хочет финансировать из людей партии? Ну, как же так? Мы же ваши. Давайте нас финансировать, давайте править, давайте править. Но все эти попытки оказываются не составляют, потому что это никому оказывается не нужно. То есть любая партия не связывают с политикой, не связывают с политиками надежды какие-то и ожидания. То есть они слишком однозначно понимают политику. Это просто одна из сфер заработка. Ну, ненормальный заработок, скажем так, нездоровый заработок. И все. То есть максимум, что они могут, что они понимают о политике, это что там тоже можно чего-нибудь заработать. Ну, вот там сходил на митинг, там постоял, получил какие-то деньги. Вот это наше отношение к политике. И оно нас спасает. То есть вот Украина жива и, так сказать, способна сопротивляться сегодня именно благодаря этому. Благодаря этому отношению к политике. Мы не считаем политику какой-то высшей формой деятельности. Или там или чем-то, без чего нельзя. То есть нами не надо управлять. Мы самоуправляемы. и готовы к любой форме сотрудничества и так далее. И взаимодействия. То есть здесь в этом смысле цивилизационно мы устроены очень грамотно и правильно. Слава Богу, то есть что коммунизму за долгие десятилетия не удалось вот это все истребить под корень. То есть никто особенно не изучает эти феномены. У нас как бы вся история изучает только чиновников и политиков. Люди безразличны. Это масса народ и все. Одно название. Никого не волнует, что происходит с людьми. Поэтому я думаю, что мы еще увидим эти исследования настоящие, которые покажут нам почему именно так, чем мы отличаемся от других, в чем особенность нашего миропонимания, мировосприятия, и почему государство никак не удается себя встроить в него. Пока я говорю, это нам очень помогает. Ну, история это же такая наука, которая еще с древних времен идет, когда описываются только геройства и подвиги царя, князя. То, кто мог себе нанять летописца, то, собственно, историю и писал. Потому что мы же понимаем, что история совершенно не то, что было на самом деле. А то, что смог написать летописец, которому заплатил князь, царь, соответственно, государство теперь финансирует его. Поэтому история, она и состоит из побед почему-то руководцев, а не людей, которые воевали. Почему история очень нужна политикам? Потому что они могут создавать это прошлое. То есть, они просто сами его придумывают себе таким, каким им надо. На современность они влиять не могут. Следовательно, им остается только в прошлое. И таким образом они выстраивают себе идеологическую основу. Ведь весь смысл истории только в одном. Навязать человеку мысль, что государство это что-то естественное, что-то такое, что было с нами всегда, и что без чего мы никак. То есть, государство является неким необходимым условием существования цивилизации человечески. Вот в этом как бы задача истории. И сегодня наши историки украинские, они абсолютно оторваны от реальности. Они мыслят какими-то категориями модернизации и так далее. Хотя ни шагу от марксизма или ленинизма сделать не в состоянии. То есть, они все равно мыслят категориями, что вот есть люди, которые ничего не понимают, а есть начальство, которое получает информацию сразу с небес откуда-то из высших сфер, абсолютную истину они знают, и их задача только сломить сопротивление людей, которые не хотят верить своему счастью. Вот сопротивляются, так сказать, превращению в что-то выдающееся. Вот так вся эта модернизация и выглядит в их книгах, и этому служит вот это увлечение украинской политической и идеологической сферой понятиями народ, нация и так далее. То есть, там абсолютно мутные вещи, если подойти с научной точки зрения, то это понятия совершенно лишенные какого-то содержания. То есть, причем сами, что интересно, и историки, они, в общем, не скрывают, строго говоря, этого, но это их не смущает. Они не знают, то ли нация строит государство, то ли в государстве возникает нация, для них этот вопрос все еще открыт. Но их это не смущает. Для них нация является важнейшим этапом. То есть, как-то я не помню, кто из наших современных историков сказал, что народ это трава, которая растет, а нация это газон, который из этой травы сделан. То есть, это значит, что есть какой-то газонокосильщик, который это все стрижет. И вот это сравнение с газоном, оно очень показательно. То есть, это значит, что из разных водных людей будут делать одинаковых, абсолютно как бы унифицированных бойцов вот этого идеологического фронта. То есть, нация, отсюда вот это вся сквозит, это вся основа национал-социализма, которая является идеологией любого государства. Любое государство опирается в конечном итоге на национал-социализм, только в разных балансах. Где-то больше национального, где-то больше социалистического. Но шагу ступить от этого ни одно чиновничество не может. Ну, тут нас опять спасает то, что понятие нации украинцев, оно отличается от понятия нации в других языках. И каждый украинец понимает нацию немножко иначе, чем это. Да, оно никак не связано с государством. У нас нация это объединение людей, живущих на этой земле, которая хочет защищать свою землю. Это то, что вообще непонятно даже в России, поэтому нас пытаются все время деноцифицировать, потому что это совершенно другая штука. И наши все национальные штуки или национализм украинский, он вообще не имеет никакого отношения к национализму русскому. Или украинцы не против того, чтобы их называли нацией. Хотите нас называть нацией? Называйте. Хотите называть нас народом? Называйте. Для нас это не имеет значения принципиального. То есть для нас это... И вот в этом особенность. То есть когда наша социология начинает изучать точку зрения населения по тем или иным вопросам, то самая главная проблема таких опросов в том, что участники по-разному понимают предмет, о чем идет речь. Вот в этом вся суть. То есть проводящий опрос имеет свое понимание, о чем он спрашивает, а отвечающий имеет совершенно свое. Потому что, в общем, строго говоря, украинцу никто не запрещает, слава богу, иметь свое мнение, то есть иметь свое понимание и представление о том, что происходит вокруг. И оно по-прежнему разнообразно. Вот в этом особенность. То есть мы по-прежнему интересны друг другу, потому что у нас разные представления о том, что кажется вроде уже давно унифицировано, одинаково выражено и так далее. То есть вот в этом плане мы отличаемся и это опять же та позитивная черта, которая нам нужна. и тут как раз же вопрос, если народ знает, что это выдуманная сущность, которому не чуждо государство, или это чисто какая-то украинская черта. Но тут наверное, что украинцы чуждо государство, а если народ, которому не чуждо государство, или наверное всем людям государство это чуждая вещь. Как-то так закручено. Государство не имеет отношения к обществу вообще. То есть это скажем так, это затея группы лиц. Вот в конечном итоге это всегда сводится к тому, что в обществе так или иначе существует некая группа лиц, которая считает, что агрессия допустима и более того, они готовы ее практиковать в целях собственного обогащения. Причем они понимают все недостатки, все проблемы такого выбора, но они не могут устоять перед соблазном, который несет в себе государство. А какой это соблазн? Это, во-первых, очень быстрое и, во-вторых, практически неограниченное обогащение. То есть посмотрите, кто в Украине богат. Богат политик, то есть или чиновник, или приближенный к ним. То есть вот что это. Это означает, что люди, которые здесь работают всю жизнь, они могут себе как-то что-то заработать. Да, слава богу, можно, но это не идет ни в какие сравнения с теми статками, которые накапливают чиновники за считанные годы. Причем они, как правило, вообще никто. То есть у них нет ни профессиональных каких-то достижений, ни талантов, ни способностей, ничего. То есть они просто лояльны и отчаянно отстаивают вот эту систему, агрессивную систему, как инструмент обогащения. Взамен они получают вот эту возможность быстро и очень в больших масштабах обогатиться. То есть строго говоря, государство паразитирует на низменном каком-то желании человека по-быстрому и по-легкому срубить денег за счет других, то есть за счет соседа. Это не украинский подход к жизни. Он не свойственен украинцам. То есть мы основаны на других традициях, на других нормах. И правовая культура никуда она не умирает. И это не свойственно никому, нигде в мире вы не найдете людей, называете вы их народом, не называете вы их народом, как хотите. Вы не найдете людей, которые, как я как-то говорил, что вот они работают, живут в свободном обществе, а потом в один прекрасный день говорят, нет, все, дальше мы так жить не можем, нам нужно государство, давайте строить. Нет, никогда такого не было и никогда этого быть не может в принципе, потому потому, потому что людям, работающим, особенно тем, кто занимается какой-то продуктивной деятельностью, им чужда идея грабежа. Грабеж для них это потери, потери собственности, потери жизни, потери ресурсов и так далее. Поэтому встроить грабеж в жизнь нормального человека невозможно добровольно, он никогда этого не примет добровольно. заставить его жить в этой среде можно, но очень недолго. То есть, если вы посмотрите, государство существует очень короткие промежутки времени, это не жизнеспособная идея. То есть, государство существует вот буквально пока, так сказать, не лопнет, потому что оно неизбежно лопается. Проблема государства в затратности. Оно для того, чтобы сохранить какое-то время себя. Вот этот метод грабежа, ему надо затратить огромное количество вот этих награбленных ресурсов просто на самовосстановление, на самообеспечение. А это бездонная черная дыра, куда уходит огромное количество ресурсов. Вот, поэтому попытки объяснить, что ну вот чиновник, он же накопил денег, значит, значит, он будет что-то покупать и будет активным участником рынка, будет инвестором, будет еще там кем-то. Ничего этого естественно нет. Чиновник, да, накопил деньги, но он их спрятал так далеко и так глубоко. И как правило там, где его нет самого, потому что он боится одного, что у него все это просто отнимут. Он отнял это у многих людей, а потом найдутся те, кто отнимут у него. И все. Поэтому ждать от него каких-то инвестиций, что он там будет покупать свечной заводик, нет, этого никогда не будет. Если он и купит заводик, то только на бюджетные деньги, именно для того, чтобы часть этих денег потом присвоить. И да, тут как раз к истории. Это же повесть временных лет, когда земля наша богата, но порядка в ней нет, приходите и правьте нами. Это первый, наверное, зафиксированный в истории случай, когда просто под политическую ситуацию были вписаны строки для того, чтобы объяснить, почему же так получилось, что люди жили спокойно, а тут вдруг это... Важно просто создается впечатление, которые их будут убирать. в античные вот эти древние времена все люди были в курсе, что там происходит во власти, кто там правит нами, значит, вот правьте нами, и мы все знаем. Нет. То есть большую часть своей истории человечества понятия не имело, что там происходит во дворцах, потому что эти дворцы никакого на них не оказывали влияния, и сами они к ним не имели никакого отношения. Вот это влияли, потому что приходили люди, говорили, платите деньги, а то у вас... Как правило, это был какой-то рядом живущий лакифундист, так сказать, феодал, и так далее, с которым человек вступал в какие-то экономические отношения, он у него или землю покупал, или арендовал, или там расплачивался с ним чем-то за что-то, но то есть это всегда было более-менее локально, то есть условно говоря, там какой-нибудь европейский крестьянин понятия не имел, в каком государстве он вообще живет, кто там у него правит, кто это такой, то есть да, он получал иногда периодически вот на молитвах воскресных там проповедях, он получал от местного священника, коротко такое конспектное изложение того, что там происходит во власти, кого надо называть так, кого мы чтим, кого не чтим и так далее, но это все были абстракции, это была фантастическая литература, не имевшая к жизни человека никакого отношения, государство реально вот влезло в нашу жизнь с руками, ногами и так сказать и своим многочисленными горлами вот буквально в недавние времена, то есть это после войн, вот после первой, второй войн, середина прошлого века, это когда люди действительно стали чувствовать дыхание государства, как оно сидит у них на шее, как оно тыкает их палкой в спину, вот только это недавно совсем, и поэтому оно как бы в той форме, в которой оно было до этого, к новому вот этому современному государству практически не имеет никакого отношения, то есть я когда-то говорил, вот я просто от своего деда слушал много историй, он как бы советскую власть узнал только во время Второй мировой войны, а до этого у него были там 7 гектаров земли, вот, и он был себе самостоятельным таким крестьянином, вот, и на хуторе, который они сами с другими же построили, вот они ушли из села, построили себе хутор, потому что хотели быть поближе к земле, потому что землю выдавали в разных местах, вот, и эта земля, он хотел быть поближе, возникали хутора, вот он на этом хуторе жил с такими же, как он, и он часто рассказывал истории людей, которыми он жил, вот, он рассказывал, у них был такой сосед, которого называли американец, значит, в чем фокус, он когда-то просто решил уехать, вот, то есть, у него не было ни заграничного паспорта, никакой американской визы или какой-то другой, никакого там сертификата, разрешения, там, еще чего-то, он не сдавал ковид, тест на ковид, он просто накопил денег, продал урожай очередной, купил билет в Гамбург и уехал, а в Гамбурге купил билет на пароход, уехал в Америку, пожил там какое-то время, поработал, а потом решил вернуться, точно так же, то есть, приехал обратно, и опять себе, так сказать, жил там среди знакомых людей, это был обычный человек, малограмотный, в общем, строго говоря, то есть, вот он, например, он понятия не имел, да, он представлял о существовании, что есть какая-то власть, конечно, да, понятно, полиция, там, еще что-то, но он никак с ней не взаимодействовал, а она ничем ему практически не мешала, вот, и это все кончилось, вот с великими войнами это все кончилось, и украинцы очень многие, вот именно только после Второй мировой войны, реально поняли, что из себя представляет государство, потому что первое государство, полноформатное, так сказать, знакомое нам сегодня, у них возникло именно в форме советского, то есть, это советское государство, и вот оно именно принесло в Украину понимание того, что такое государство очень многих, у многих людей, вот, что такое государство, как оно работает, как оно устроено и так далее, и вот когда мы сегодня читаем о том, что современное украинское государство является правонаследником УССР, то это как бы выглядит странно, то есть, это означает, что нынешняя власть взяла на себя, ответственность и за голодоморы, и за миллионы жертв, за лагеря, за все, то есть, за убийства и жуткие преступления, которые совершала коммунистическая власть на этой земле, то есть, в Украине не произошло никакого вот этого перестройки, так сказать, радикальной, то есть, изменилась форма отношений нашей власти с московской, да, изменилась, но это чисто их внутреннее дело, как было оно внутренним, так и сегодня осталось, и тут как бы даже украинская власть и то хотела как-то автономно, так сказать, устроиться, то есть, в этом смысле они оставались украинцами, даже будучи, так сказать, узурпаторами, будучи агрессорами, они все-таки оставались украинцами, им не хотелось делиться с Москвой, им не хотелось подчиняться Москве, и они устроили вот это как бы жизнь в формате, который мы знаем, но, к сожалению, надо признать, что фокус этот у них не удался, то есть, они очень быстро вернулись, так сказать, к партнерству и взаимодействию с Москвой, и все эти годы были с ней, так сказать, жили с ней рука в руку, лишь последние годы мы видим, что этот союз как-то рушится наконец-то, и может из этого что-то будет, так сказать, посмотрим, как оно пойдет. Да, при Франции и Осипе такого не было. Не было, да, как моя бабушка говорила, запольщи, запольщи, такого не было. Да, ну, на сегодня будем заканчивать, час мы проговорили, я надеюсь, что это было всем интересно послушать, встретимся мы, я надеюсь, через неделю, то время подберем, если люди хотят, мы проведем голосование, если людям больше нравится вечером, то мы можем перейти на вечер, мы просто здесь же у нас в сообществе на YouTube, мы проведем опрос, соберем голоса, кому, во сколько удобно, можно попробовать, да, и попробуем, как это на посещаемость. Да, ну, сегодня нас 12 человек посмотрело, в прямом эфире было 20 человек с нами, поэтому. Спасибо всем за внимание, спасибо за то, что уделили нам свое время, надеюсь, в общем, услышанное вас не разочарует. Всем спасибо, буду прощаться, спасибо Сергею, что уделили время вашего зрителя, ну, еще человек 200-300 посмотрит в записи трансляцию, потом еще это подпиливает, на несколько кусков посмотрит, еще какое-то количество людей, и так постепенно будем развивать наш канал. А глядишь, пройдет немного времени, у нас появится доступ к студию, вернется наша Ксюша, и мы вернемся, может быть, даже и в студию. Все, хотя, опять же, пройдет вопрос, как удобнее, может быть, стримами оно и лучше, и студия не нужна. То есть, будем идти по пути, как кому удобнее, как интереснее смотреть. Все, спасибо Сергею, спасибо, что нас смотрели, нас становится каждым разом все больше, если станет скучно, можно срать деньги, ссылка на Patreon есть, а буквально на днях появится такая плашечка уже и на YouTube, стать спонсором, сейчас мы дорисуем там всякие эти смешные картинки, чтобы было не так скучно нас спонсировать, и придумаем разные подарочки тем, кому быть. Все, спасибо вам, еще раз, до свидания, до встречи через неделю, а в субботу, я надеюсь, мы встретимся с Владимиром Бладаревым, так же традиционно. А на следующей неделе еще кого-нибудь, наконец, уже, в связи с тем, что более-менее все спокойно, еще пригласим еще кого-нибудь людей, кстати, в комментариях можете писать, с кем бы вы хотели, чтобы поговорить. И если эти люди будут доступны, но потому что не все доступны, метро «Охнап», он на фронте, и у него не всегда бывает интернет, когда, сами понимаете, это передал. Но те, кто в мирном местах, ну, с теми попробуем поговорить. Ну, и опять же, те, кто в Харькове, у них тоже интернет не всегда есть, поэтому, ну, короче, пишите в комментариях, с кем бы вы хотели, чтобы мы поговорили, а мы с ними поговорим. Попытаемся выйти, по крайней мере, на связи. Субтитры создавал DimaTorzok,